Здравствуйте, все присутствующие! Мне трудно сказать, сколько человек, но четверых я вижу, по крайней мере, то есть я не один здесь. Я хочу поделиться с вами тем, чем занимаюсь последние 25 с лишним лет. Занимаюсь в разных странах, занимаюсь успешно, то есть есть чем поделиться. И то, чем я занимаюсь, сразу скажу, это чистая российская технология. Хотя я использую много английской лектики, но это просто потому, что я работал в основном на англоязычном рынке. Значит, речь идет о том, что в условиях неопределенности, в условиях хаоса, в условиях все возрастающего потока информации из непонятно каких источников Принимать решение становится крайне сложно. Знаете, известное выражение Черчилля. Наши генералы всегда готовятся к прошлой войне. Ну, конечно, они готовятся к тому, что знают. Они же не могут готовиться к какой-то непонятной войне. Поэтому и у нас с вами такая же ситуация. Если сегодня все как вчера, вчерашние алгоритмы работают. И слава богу. Но если сегодня что-то поменялось, нужны новые алгоритмы, их создаем. А завтра утром видим, что опять что-то поменялось. Ну, что делать? Новые алгоритмы придумывать, которые через день опять устареют. Технология, которой я занимаюсь, она работает совершенно по другим принципам. Она, это вне алгоритмический подход. То есть это полный отказ от алгоритмов. Это принятие решения не подумав головой, а почувствовав. Нормальные люди это делают чисто интуитивно, в той или иной степени. Но как инструмент это мало кто использует. Вот. Вот я как раз даю эти инструменты. То есть есть два инструмента. Инструмента технологии, которая называется чувственный анализ. Первый инструмент. Инструмент анализа. Вот. Простите, я вижу девочку в темных очках. То есть, может, кто-то еще более темных. В темном и в темных очках. Вот. Вижу, вы качаете головой, вы поняли, что это к вам. Конечно. У меня тогда просто вопрос. У меня, вы видите меня на крупном, крупным планом. И я говорю вам, слушайте, вы такая шикарная женщина. Ну, просто я вас увидел, я все, понимаете, все забыл на свете. Ну, просто все теперь. И вот. Возникает вопрос. Верите или не верите мне? Верите или не верите, брякнуть-то не сложно? Я-то знаю, что я шикарная женщина. Потому что вы шикарные, кто же с этим спорит? Речь идет о другом. О том, что я теперь так, под таким впечатлением и ни о чем другом думаете. Речь не о вас, речь идет о моем состоянии. Хорошо. От секса перейдем к бизнесу. Человек делает вам... Хорошо, не будем переходить, раз вы так настаиваете. Останетесь. Нет, 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 будем, будем. Хорошо, будем и там, и там. Вот, смотрите. Раз вы хотите совместить секс с бизнесом, давайте так и сделаем. По заявкам участника. Вот, представьте себе. Вы создаете бордель. Организуете такое предприятие. Услуги оказываете. Ну, не парикмахерская, не библиотека. Вот бордель. Вот. И вам нужны работники. Вам нужны люди, которые будут пахать, душу вкладывать. А не просто зарплату получать. И вот вы спрашиваете такого, как меня. Будешь душу вкладывать? Брать тебя на работу? А я знаю, что платят у вас хорошо. И бесплатное питание еще даю. И я вам на голубом глазу говорю, конечно, я бы, знаете, я в бордельном деле. Это вот мое с детства, это призвание. А вам надо принять решение, брать такого человека. Или пусть идет лесом. Информации никакой нет. Думать нечего. Спрашивать у меня дипломы и сертификаты. Да их нарисовать сейчас не проблема. Вы же не будете проверять. Сел на компьютере и сделал. Вам нужно принять решение. Причем принять решение очень быстро. Потому что клиенты бьют копытом и говорят, ну где там работники или работницы? На чем вы будете основываться? Как вы будете принимать решение? Да, беру или, ну, не надо нам такого. Понятно, что на каких-то ощущениях. Вы согласны со мной? Ну, естественно. Значит, люди с опытом, это так как-то и делают. Это не все, но есть такие. А это можно делать не в связи с опытом. Здесь есть очень конкретные принципы, которые позволяют все это облегчить. Это мы говорим сейчас про анализ. Вот, посмотрите. У меня в руках колода карт. Обычные игральные карты 52 листа. Я беру так, просто вытаскиваю из середины какую-нибудь, сам не знаю какую, специально не вынимаю. Это какая-то рваная, ну, ебать. О, вытащил. Посмотрел. Простите, а как вас зовут? Мне просто неудобно там все время говорить, девушка, девушка. Вас же зовут так? Иванна. Иванна. А вот это надо уже дублировать. Макс, скажи, сколько? Иванна. Иванна. Имя. Имя. Ну, хорошо, ладно. Буду продолжать говорить, девушка, не хотите говорить, не надо, ладно. Вот, смотрите. У меня к вам вопрос. Вот игра крайне простая. Это технология, это не игра в карты. Это элементы технологии. И карты мы используем исключительно, как генератор случайных чисел и цветов. Ну, вот мы с вами договариваемся. Если у меня черная карта, то я халтурщик. Если у меня красная карта, то я мастер. А вам нужны мастера. Вам надо принять решение. То есть, если мастер, вы говорите, беру, чувствую, мастер. Если вы чувствуете халтурщик, вы говорите, иди там. Ну, в общем, посылайте. Задайте мне вопрос, спросите, голубчик бородатый, ты мастер бордельного дела или нет? Пожалуйста, спросите. Мастер бородатый или нет, голубчик? Мне бы кто-нибудь, конечно, переводил бы, я был бы рад. То есть, я догадываюсь, что вы спрашиваете, но... Или громко крикните, чтобы... Мастер ли вы, голубчик? Мастер чего? Мастер ли вы, голубчик? Бордельного дела. Бордельного дела. Ну, конечно, мастер. Катя, да вы что, шутите? Конечно, мастер. Не забудьте, вам надо решение принять. У вас отдел кадров. А что смешного? Мы отказываем, мы вам отказываем. Мы не верим. Доказательства. Доказательства? Что, доказательством по экрану постучать? Что я реально не понял? Доказательства здесь не сработают. Здесь такие доказательства. Есть поощущения? Спросите еще раз. Вот девушка с красивым именем, которую я так не запомнил. Еще раз мне спросите. А точно, мастер, не врешь? А точно, мастер, не врешь? Да нет, конечно. Говорю, чистую правду. Правда. А глаза-то забегали? Глаза бегают? Ну и что? А если я их закрою, как вы будете определять, бегают они или на месте сидят? Дело не в глазах. Но неважно. Вопрос-то проще. Верите или не верьте? Смотрите. У вас есть, я вижу, два подельника или партнера. То есть бордель на троих. Вы посоветуйтесь с ними. Они скажут, ну мы же что, вот врет он. Или наоборот. О, еще один партнер. Четвертый уже пришел. Смотрите. Принимайте решение, берете или нет. Аликс, я беру. Берет, берет. Правильно. Вот смотрите. Вы поступили мудро. У меня, правда, черная карта. Но это не важно. Суть не в этом. Взяли халтурщика. Но не важно. Это же принцип. Смотрите. Дело крайне простое. Человек, который говорит правду или то, что он считает правдой, он тратит меньше энергии, чем человек, который говорит неправду. И если вы чувственно тренированы, вы чувствуете, он занимается творчеством. Не будет, не веря, что он мастер, зная, что он не мастер, он видит себя мастером, делает из себя мастером, имея черную карту. Человек утверждает, что у него красное. Вы же понимаете, его нервная система сразу реагирует и говорит, ты что, идиот, у тебя черная карта, ты же что говоришь, что красная. И я должен этой нервной своей системе сказать, молчи, дура, потому что я знаю, что делать. Это творческий процесс. То есть, как только мы начинаем обращать внимание, подключаться к чужой энергии, к уровню энергозатрат, мы чувствуем, это правда, это ложь, это правда, это ложь. Это чувственный анализ. Вот вы знаете, НЛП, есть такая технология. Да, слышали. Это, я вам скажу, в каких-то лабораторных условиях она может работать. В реальных условиях полевых она не работает. Она построена на визуальном контакте. И как вы себе представляете, в реальной жизни все время поддерживать визуальный контакт, да кто же вам даст? Человек отвернулся, лицо закрыл, по телефону позвонил, сзади подошел. И все, и привет. Вот я занимался тем, что тренировал специальные подразделения, задача которых принимать верные решения в условиях стресса, в условиях неопределенности на чувственном уровне. Другой вариант, второй инструмент, и все два. Первый это анализ. А второй это влияние. Возможно, вы видели фильм «Белое солнце пустыни». Видели? Видели, видели. Отлично. Приходит товарищ Сухов к Верещагину и говорит, пулемет дашь? Кто-то говорит, Абдулу ждешь? Да, жду. Я говорю, Верещагин говорит, знаешь, Сухов, была у меня таможня, были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет, мне что красные, что белые, что ты, что Абдула, все едино. Вот ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело. И Сухов ему на это говорит, ну ты в чем же дело, пошли. И пьяный Петруха из угла тоже говорит, пришли. И Верещагин встает и говорит, пойдем. И я все время говорю, ребята, это высший пилотаж переговоров. Разве товарищ Сухов что-то пообещал Верещагину? Тетя Верещагин вдруг с ним пошел. За ордена, за зарплату, за дачу под Москвой или в Крыму там. Да нет, он пошел, потому что Сухов в нем это желание пробудет. Все. Пробудите желание в ваших клиентах, а не в ваших. Не надо аргументов приводить, то есть их приводить можно, если есть. А если нет, тогда надо переходить на чувственный уровень. Тогда надо воздействовать на партнеров, на клиентов через личное обаяние, харизму, как угодно. Вот это инструмент влияния. Когда вы говорите, давайте это сделаем, и вам партнер говорит, да черт с тобой, давай. Женщины прекрасно понимают, что есть мужчины, которые им что-то предлагают, говорят, давайте будемте с вами дружить, жить под одной крышей, а я из вас сделаю звезду Голливуда, допустим. Женщины понимают, что в этом есть свои плюсы. Можно подумать. Другой говорит конкретнее. Он говорит, давай я каждый день буду давать по 100 долларов, даже по 120. Опять есть о чем подумать, потому что если 120, он может на 30, вы же понимаете, сколько получается. 3600, если я правильно считаю. Какие-никакие, но деньги. Но тут появляется третий мужчина, который просто говорит, девушка вот в черном, в очках, с красивыми глазами. Пойдемте. И вдруг вы чувствуете, что потащило. Вот захотелось за ним следовать. Его поток вот этой вот энергии сексуальной вас подхватил и понес. Ну что, такой женщин не бывает? Я так не понял. Не бывает, нет? Бывает. Конечно. Мы прекрасно понимаем. Бывает. Девушки сказали, бывает. А, вот. Конечно. Это обычная ситуация непонимания полов. Мужчина говорит, ну что ты, ты что же, подумать не могла? Надо же вот подумать прежде, чем делать. А женщина говорит, ты что, почувствовать не мог, что ли? Это понятно совершенно. Вот я тренирую мужчин и женщин. Разницы нет. Просто мужчинам это менее привычно. А женщинам это более естественно. Следовать ощущениям. Так вот, я берусь утверждать, что на сегодняшний день технология чувственного анализа и чувственного воздействия на людей она является по существу единственно возможной, когда речь идет о принятии решений, правильных решений и достижении целей. Когда включается интеллект, когда человек начинает думать, что делать, он автоматически не успевает, потому что пока он думает, принимает решения, ситуация меняется. Мне не надо вам говорить, вы живете сейчас такой жизнью, мы все такой живем, но вы просто ближе там. Да это каждые 10 минут что-то меняется. Какие тут можно решения принимать и планы строить, когда завтра, да не завтра, через полчаса, вот через те самые 10 минут, все же может быть легко, может быть другим и будет. Думать никогда и еще кроме того не о чем, потому что информация, которую мы получаем, как вы знаете, степень ее достоверности, а кто это может проверить? Значит, ориентироваться надо на тренированные ощущения. Приведу другой пример. Это к мужчинам. Идет нормальный мужчин по улице. Вдруг появляется какой-то, тоже нормальный, достает нож или пистолет и говорит, ну ты, там, падла, например, гони сюда кошелек. Ну хорошо, ладно, в Крыму так не говорят. Ладно, считай, что это у нас в Камбодже так говорят. Гони сюда кошелек. Вы понимаете, если человек настроен серьезно и может пальнуть или пырнуть, то согласитесь, кошелек лучше отдать. Ну его в бане. Жизнь дороже. Но с другой стороны, если он просто блефует, не собирается ни ударять, не стрелять, то с какой стати ему отдавать честно заработанные деньги? И возникает вопрос, а как решение-то принимать? Времени нет. Стоит он с пушкой и говорит, считают до трех. Раз, два, все, надо принимать решение. Как? Исключительно на основании ощущений. Почувствовать будет человек стрелять или тыкать ножик. или не будет он этого делать? Можно, потому что это разные энергозатраты. Человек, который собирается на самом деле ткнуть ножом, так ему же для этого действовать надо, энергии нужно затратить. И его нервная система эту энергию готовит ему, чтобы он мог пырнуть, как у бегуна в низком старте. Видно по нему сейчас рванет. а человек, который блефует, сколько бы он ни говорил, сейчас я как ножичком тебя пырну или стрельну, но его же нервная система знает, что он этого делать не собирается, и она энергию ему не готовит. А это легко можно почувствовать, нет энергетического наполнения я. Слова остаются словами. Вот о чем идет речь. Это в двух словах. Мне проще было бы и вам, наверное, тоже проще, если бы я отвечал на какие-то ваши вопросы. А так я могу ж до утра о любимом деле говорить. Да, я понимаю. А как распознать эту среду? А, это легкий путь, я же ничего не слышал. Надо громко, так, чтобы, знаете, чтобы... А, хорошо, Алекс, а как распознать эту энергию? Во, замечательно. Вот скажите мне, пожалуйста, вот, Олечка, можете мне подсказать, как вот эту замечательную девушку зовут? Я никак не смог сориентироваться. Смотрите, Алекс, есть мужское имя Иван, а женское Иванна. Понятно. Иван и Ванна. Правильно? вопрос к вам. Иваночка, скажите, пожалуйста, вы представляете себе, что такое секс? Ну, может, читали, слышали, там, кино смотрели, друзья рассказывали. Это вопрос в общих чертах, как масло. О, это достаточно, в общих чертах достаточно. Скажите, пожалуйста, на основании вот этих общих черт, вы можете сказать, приятно ли вашему партнеру в процессе секса? Можете ли это сказать, не задавая я ему предварительного вопроса? То есть в общих чертах, в общих чертах, да, как я понял. Вот это ответ на ваш вопрос. Смотрите, во многих случаях мы это чувствуем, это наша природа. Если ваш муж или сын приходит домой, и на вопрос как дела, говорит вам все в порядке, нормально, отлично, вы же вполне можете почувствовать, что что-то не так. И вы скажете ему, слушай, ну я-то чувствую, что что-то тебя беспокоит. Разве мы это не чувствуем? Картинка зависла или все задумались вот этим? А, нет, не зависла. Нет, мы все равно это чувствуем по каким-то признакам. Конечно, по каким-то признакам, разумеется. Все думают, опять же, по каким-то признакам. Естественно, но вот смотрите, западные партнеры, или как теперь говорят, бывшие партнеры, нам предлагают полную хрень, которую мы в течение 30 лет перетаскиваем перетаскиваем на свои рынки. У них наших возможностей чувственных нет. Они убогие в этом смысле. Я с ними работаю 30 лет. Я с 96-го года живу и работаю за рубежом. Ребята почувствовать не могут. Поэтому они придумывают такое понятие, как IQ. Иванна, вы знаете, что такое IQ? В общем, так. Конечно. В общем, IQ. Коэффициент интеллектуальный и так далее. То есть чисто американский путь. Вместо того, чтобы оценивать работника, самому брать на себя ответственность, ему предлагается пройти некий тест, который что-то покажет. Ни хрена он не покажет. Потому что я вам предлагаю, вот, Ивановна, уж простите, просто вы единственная дама в кадре. Я к мужчинам не обращаюсь, чтобы меня неправильно не поняли. Оля, сядь ближе к Сереже. О, да. Значит, смотрите. Ивана не видно. Ивана, я тебя верну все-таки. Ладно, Ивана, ну, вы понимаете, как говорят шахматисты, трону женись. Поэтому будем с вами продолжать. Вот. Представьте себе, я предлагаю вам тест. Ананас, арбуз, автобус, банан. какое слово лишнее? Одно слово лишнее. Ананас. Простите, не слышу. ананас, арбуз, автобус, банан. Какое слово лишнее? Банан. может быть, банан. Почему? Почему банан? Банан. Почему? Хочу я так. Понятно. Я вам скажу. И вот тут три слова на А. Правильно. Но с другой стороны, согласитесь, ананас, арбуз, банан съедобные, а автобус нет. Можно и так подойти? Да. А можно количество букс считать. То есть подходов здесь миллион. А IQ тест предполагает один единственный правильный ответ. То есть вы понимаете, изначально нам говорят те, кто мыслит стандартно, нам подходят. Те, кто мыслит творчески, они автоматически не проходят. Они находят другие алгоритмы, неочевидные. Нет, нам не надо. Когда американцы это придумали, они очень быстро сообразили, что это не работает. Человеку, которого высокий IQ, совершенно не значит, что он будет хорошим работником. Тогда они задумались и придумали еще IQ, то есть эмоциональный коэффициент. придумали эмоциональный интеллект. Если IQ это бред, то эмоциональный интеллект это, знаете, бред уже трех порядков. Что значит эмоциональный? Когда я спрашиваю, ребята, что такое эмоциональный интеллект? Объясните мне. Они говорят, ну это способность распознавать эмоции, понимать. я говорю, вы что рехнулись? Зачем их понимать? Зачем понимать? Переживать надо, испытывать. Понимать-то зачем? Контролировать надо, ладно, но понимать-то зачем? Я привожу часто пример, который всем понятен. Вот представьте себе, Ивана, подходит к какому-нибудь дяде, мальчик, и говорит, дяденька, скажите, мальчик лет восьми, допустим, скажите мне, что такое оргазм? Ну, слово слышал, ребята говорят, а что такое не знаю? И что ему должен объяснять? Как ему объяснит дядя? Ну, или тетя, неважно. Не объяснит ни тот, и другой. можно единственное, что сделать? Возьми здесь, подергай вот так. Мальчик это сделал, захрюкал от удовольствия, и ему говорят, вот это то самое, о чем ты спрашиваешь. есть уровень того, что не требует никаких объяснений, описаний. Вообще лежит в другой плоскости. Но просто на Западе в силу традиций культурных там они так не могут. Там все рационально. Кстати, и на Западе, и на Востоке, где я сейчас живу. То есть, все требует рационального объяснения. Если любимый мужчина женщине говорит, что-то у меня сердце разболелось, она скажет ему, я тебе вон там постелила, ложись, отдохни, если что, вызовем врача. А вот взять его за руку подержать. Это в голову не приходит. Там нет такого. Там есть рациональное решение. Казалось бы, бог с ними, пусть живут как хотят, нам что. Но силой понятных причин перетаскивая все технологии западные на нашу почву, мы тащим и то, что называется Human Human Interaction Technology. технология человеческого взаимодействия. Мы тянем то, что не работает у них и совершенно не нужно нам, потому что у нас есть значительно более мощные технологии. Но из-за того, что есть привычка думать, что там-то знают, не знают. В каких-то областях знают, спору нет. В области взаимодействия людей нет.